Библейский портал экзегет.ру представляет В это время Еху, военачальник израильского северного царя, против него восстал, убил своего господина, потом заодно и иудейского царя Ахазию, хотя, казалось бы, против него ничего не имел. И мы читали в 10 главе о том, как происходили события в северном царстве, что же в южном там тоже царя убили. Когда Аталия, мать Ахазии, убитого царя, узнала, что ее сын мертв, она погубила всех царских отпрысков, то есть уничтожила в том числе и своих потомков, собственных внуков. Почему? Потому что после смерти царя должен зайти на престол его следующий наследник, а она хочет сам оправить. Но Еху Шева, дочь царя Юрама и сестра Ахазии, тогда похитила сына Ахазии Юаша и вывела его вместе с кормилицей от царских отпрысков, которых собирались перебить. Одного только мальчика спасли. От Аталии его спрятали в спальне Еху Шева, и так он избежал смерти. Он скрывался вместе с кормилицей в храме Господнем 6 лет, а страной правила Аталия. Первая упомянутая здесь женщина-царица, да, у нас до этого была, конечно, царица Изавель в северном царстве, но она все-таки официально не была царицей, она была супругой царя, а по матерью правящего царя, хотя явно очень многое решала. А здесь вот царица, которая единолично правит. На седьмой год священник Ехуэда послал за сотниками корейского войска и за сотниками дворцовые стражи, тут какие-то, очевидно, особые подразделения, корейское войско мы точно не знаем, но, видимо, какие-то наемники, да, которые действуют по своей собственной программе, и собрал их в храме Господнем. Там он заключил с ними договор, взяв с них клятву в Господнем храме и показал им царского сына. Так он дал им приказ, вот как вы должны поступить, третья часть из тех, кто заступает на службу в эту субботу, пусть сторожит царский дворец, другая треть пусть остается у сурских ворот, и еще одна треть у ворот стража, вы будете нести службу поочередно. А те два отряда, что не заняты в субботу, ну, там у них, очевидно, смены, да, пусть будут в Господнем храме охранять царя, встаньте вокруг царя с оружием в руках, и кто подойдет к кредам, тот будет убит, оставайтесь при царе, куда бы он ни пошел. Ну, вот, кстати, вот этот переворот мы видим в деталях, видимо, тот, кто писал, был его участником или непосредственным свидетелем, потому что прям все детали, подробности мы даже сами не очень знаем, к кредам каким, к кредам воинов, которые царя охраняют, или к кредам, допустим, каких-то колонн, которые в храме, царь стоит вот в определенном месте, кто приблизится вот дальше, чем эти колонны, того надо убить, мы не знаем. Сотники исполнили все, что повелел им священник Ехоядая. Обратим внимание, что священник вмешивается в эту самую внутреннюю политику, но для него это вопрос законного правления, да, не просто кого он предпочитает, а это восстановление законного правления. Каждый взял своих людей, и те, кто заступал на службу в субботу, и те, кто был свободен, и пришел с ними к священнику Ехояде. Священник раздал сотникам копии и щиты царя Давида, которые хранились в храме Господнем. Вот тот же символический жест восстановления династии Давида. Стража стояла с оружием в руках от южного и до северного крыла храма и у жертвенника и у царского дворца повсюду. Тогда вывели царского сына, возложили на него царский венец и знаки власти, провозгласили его царем и помазали, стали хлопать в ладони и кричать «Да здравствуй, царь!». Вот священник еще и человек, который может помазать этого самого наследника в царе. Аталья, царица, которая до этого правила от своего имени, услышала, как шумит стражей народ и вышла к собравшимся в храме Господнем. И тут она увидела, что на возвышении по обычаю стоит царь подле царя вожди и трубачи, а простой народ ликует под звуки труп. Аталья разорвала одежды и закричала «Измена, измена!». А священник Ехояда велел сотникам и прочим военачальникам. «Выведите ее прочь от рядов, а кто пойдет за ней, убейте мечом!». Так рассуждал священник не стоит предавать ее смерти в храме Господнем. Тогда они подхватили ее, вывели через конские ворота к царскому дворцу, и там она была убита. Ну вот, некоторое представление о святости места есть, но все же они ее убивают. Но для повествователя важно не то, что переворот состоялся, а важнее всего, что он привел к определенным последствиям, что какие-то языческие практики, которые тогда существовали, они, по крайней мере, стали урезаны. «Ихояда заключил тогда завет между Господом и царем вместе с народом, чтобы быть ему народом Господнем, и еще завет между царем и его народом. Весь простой народ пошел тогда к храму Ваала и разорил его, разрушив жертвенники изображения. А Матана, жреца Ваала, убили прямо перед жертвенниками». Вот та же самая история, как в Северном царстве, была у нас только что описана в предыдущей главе. Уничтожаются культы Ваала, главного языческого божества, а заодно с его служителями. «Священник Ихояда назначил охрану в храм Господний, взял сотников, корейское войско и дворцовую стражу, и вместе со всем простым народом вывел царя из храма Господнего. Его подвели к воротам стража у дворца, и он сел на царский престол. Простой народ ликовал, город был спокоен, а талию убили мечом в царском дворце». Тут вот еще раз повторяется история про убийство царицы, которая правила до того. Юаш воцарился в возрасте 7 лет. Вот годовалым мальчиком, ребенком его спасли и хранили до какого-то времени. Вот в 7 лет уже есть что показать людям, хотя еще маленький, но все-таки уже не младенчик. Как он будет править? Вот об этом мы прочитаем в следующей 12 главе.